на то пошло давайте все туда переместимся посмотрим на ягодички а ты поворачивайся покажи всем свои ягодички вот так и смотрим под ягодичная складка здесь и под ягодичная складка здесь явно разница есть видно вот так вот это прям хорошая это уплыло и если брать по визуалу то даже можно увидеть что здесь вот папина ушка такое вроде плотненькая здесь она ниже она ниже еще помимо всего то есть асимметрия эта асимметрия убирается тем что мы включаем просто ягодичную мышцу понятно здесь если посмотреть сбоку то вы можете увидеть на небо даже ни разу ноги посмотрите на уровень на животик то есть вот у нас лобок утоплен получается то есть они еще и гиперлордоз есть то есть у него вообще обе ягодицы не работают потому что вы можете увидеть две ямочки на ягодице здесь ямочку и здесь ямочку то есть обе ягодичные плохо функционируют то есть общий перекос и еще одна ягодица хуже чем другая понятно то есть лордоз есть еще слабая ягодичная но в нашем случае так нам надо визуал поправить нам может можем просто типировать левую ягодицу поэтому ложись на вот этот бачок ну такой пунктой булкой вверх не то которая ниже вот это вот нам нужно растянуть ягодичную мышцу она растягивается у нас в таком формате якорь у нас будет у крестца 1 крепление но ведем к ну давайте это сделай вот так отлично я уже заканчивается вы пока подумайте как бы вы расслабили икроножные мышцы крестец и от низа вверх правильно какая будет аппликация образные или и образную то есть палочка или две палочки две палочки чтобы икроножку всю зацепить на две палочки у образная да то есть я креде будет у нас на на какой структуре нет не на ягодичную она на икроножную до ноги на ахилле прям на хил ставить якорь и пускаете две вот здесь очень хорошо расслабляет игра крестец находится верхнюю нижнюю верхнюю заднюю ось значит вот она вот оно крепление ягодичный где-то вот отсюда у нас будет якорь заходя чуть-чуть на крестец конечно же как всегда я забыл проспиртовать девчоночку здесь есть маленький такой нюансик когда будете проводить проносить тейп его нужно будет увести сюда и вот так увести чтобы повторить ягодичную мышцу потому что она отсюда вот так идет не по прямой если мы пойдем мы чуть-чуть промажем поэтому нужно будет вот так заводить здесь будет очень хорошо видна конволюция конволюция это когда ты их собирается в такие штучки типа считается что это правда это прям идеально в идеале должна быть конволюция нет здесь натяжение да 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 ну плюс тем более кожа соберется здесь любом случае здесь будет прям взяли приезжали место крепления начала якоря нашли натяжку вот у нас 100 вот 50 вот 30 процентов и выводим вот так вот обходим конечно ходим у нас ягодичные мышцы крепятся вот здесь и нам нужно было сюда я бы даже еще чуть-чуть вот отсюда пониже попустил и подальше ну в общем пойдет все вставай чуть-чуть походе по шага и посмотрим на ягодички на складки но как по ощущениям в отведении ног но равномерно непонятно хрена да давай смотреть просто складочки вот смотрим складочки складки поднялась но еще есть смотрите было вот здесь стало вот так то есть ну может быть еще бы одну аппликацию вот отсюда вот так пустить можно вторую еще аппликацию вот так бахнуть под этой чтобы еще лучше включить ягодичную мышцу даже если мы заклеим ну можно чуть попасть но хотя рядышком просто складываем вот здесь то и будете вот конечно же это все делал надо еще упражнял очками и так далее в идеале убрать напряжение с подвздошно-поясничной мышцы правильно любом случае атрофия ткани идет до того что сидят просто на этой ткани улучшим вот но поменялось правильно но не на сто процентов здесь на сто процентов прямо брать нужно еще по идее затейпировать подвздошно-поясничную еще в идеале